А давайте приготовим тыквенный супчик. Если у вас случайно дома пару недель уже лежит тыква, то сегодня именно тот день, когда ее надо использовать. На оливковом и сливочном масле пару минут обжариваем олку. Добавляем чеснок и жарим еще одну минуту. Тыкву нарезаем на небольшие кусочки, отправляем в кастрюлю и жарим все вместе 3 минуты. Добавляем воду, солим, варим полчаса и побиваем блендером. Добавляем сливки, перемешиваем и тыквенный суп готов. Но чтобы получить еще больше удовольствия от тыквенного супа, добавьте к нему хрустящий бекон, зелень, поджаренный чесночным оливковым маслом с добавлением трав в венки. Ну и добавить немножко тыквенных семечек также не помешает, получится просто супер вкусно. С бекончиком с сухариками это просто обалденно. Если вы, ребята, так же, как и я, не очень любите тыкву, поверьте, это совершенно другое. Это очень вкусно.